Казахстан Первый из них – это лед. В ноябре вода начинает замерзать, и к январю весь Северный Каспий покрывается льдом толщиной до 50 см, который не тает до конца марта. Однако в этом видео мы рассмотрим другой важный фактор – уровень моря. Для северо-восточного Каспия уровень моря имеет особое значение, так как средняя глубина воды здесь около 3 метров, поэтому даже незначительные изменения могут привести к большим последствиям. Как правило, уровень моря измеряется относительно уровня Мирового океана с помощью Балтийской системы высот. В качестве альтернативы можно использовать Каспийскую систему высот, которая на 28 метров ниже Балтийской. Уровень моря обычно измеряется в метрах. Положительное значение соответствует уровню выше нулевой отметки, а отрицательное – ниже. На казахстанских морских месторождениях используются суда для снабжения островов и эвакуации персонала в случае аварийной ситуации. При критическом падении уровня моря навигация морских судов неосуществима, и продолжать работы становится небезопасно. В связи с этим необходимо понимать причины изменений уровня Каспийского моря. В прошлом уровень Каспия претерпевал значительные изменения. Некоторые геологи полагают, что около 15 тысяч лет назад Каспий простирался на север вплоть до Уральска. При этом Атырау находился бы под водой на глубине 70 метров. Около 5 тысяч лет назад уровень моря понизился настолько, что его северо-восточная часть практически высохла. Первые инструментальные измерения были начаты в Баку в 1837 году. И на сегодня большинство стран отслеживают изменения уровня моря вдоль своих береговых линий. Компания NCOC ведет наблюдения за уровнем моря на собственных гидрометеостанциях с 2000 года. Для этого также используются спутники. Анализ данных указывает на значительные изменения уровня Каспия. Еще 100 лет назад уровень моря был на 2 метра выше нынешнего. Наблюдения показали, что изменения уровня могут происходить очень быстро. В 30-х годах всего за 6 лет уровень Каспия упал на 1,5 метра, а с 2005 года снижается ежегодно на 10 сантиметров. Возможно, мы наблюдаем очередной переходный момент, как в 1977 году, когда начался подъем уровня моря. Или же он продолжит падение? Если так, то через 30 лет северо-восточный Каспий будет выглядеть так же, как и Аральское море сейчас. В этом видео рассмотрены причины колебаний уровня моря, а также методы его прогнозирования. Итак, каковы же причины изменений уровня моря? Каспийское море – крупнейшее озеро на Земле. Если в море поступает больше воды, чем из него уходит, то уровень повышается. Если больше воды уходит, то уровень понижается. Мы называем это водным балансом. Каким же образом вода поступает в Каспийское море? Незначительное количество воды поступает с подземными водами, а также с осадками, выпадающими на поверхность моря в виде дождя и снега. Однако наибольшее количество воды поступает в море из рек. Бассейн Каспийского моря простирается на северо-запад России. Осадки, выпадающие на территории водосборного бассейна, поступают в крупные реки, наибольшей из которых является Волга. На своем пути к морю вода проходит через несколько крупных гидроэлектростанций. На одной только Волге расположено 11 крупных плотин, на которых расход воды регулируется для обеспечения нужд электропроизводства, речной навигации, сельского хозяйства и экологии. На протяжении зимы территория водосборного бассейна покрыта снегом, который при весеннем таянии поступает в реки, и уровень Каспийского моря повышается. Величина этого повышения зависит от погодных условий в зимний период. К лету речной сток уменьшается, и море постепенно нагревается. Вследствие интенсивного испарения воды с поверхности моря, уровень моря снова понижается. Испарение воды в атмосферу – основной фактор, определяющий расход воды в водном балансе. Вода испаряется как с самого Каспийского моря, так и с поверхности залива Карабугасгол. Карабугасгол – это мелководный залив, расположенный в восточной части моря, соединенный с Каспием узким проливом. В 80-х годах прошлого столетия с целью сократить падение уровня Каспийского моря пролив был перекрыт. Это отчасти помогло. Однако после того, как залив высох, осталось огромное количество соли, вызвавшее экологическую катастрофу в Туркменистане. В итоге дамба была разрушена в 92-м году. В Каспийском море не наблюдаются приливы и отливы. Однако ветер может способствовать колебаниям уровня моря в течение дней и недель. Так называемый сгонно-нагонный эффект. При умеренном восточном ветре в течение нескольких дней уровень моря в северо-восточной части Каспия может понизиться на метр или более. При этом уровень моря в западной части повышается. В осенне-зимний период уровень моря, как правило, низкий. И преобладают восточные и северо-восточные ветры. Поэтому наибольший сгон воды наблюдается именно в это время года. На сегодняшний день понижение уровня моря всего на 30 см достаточно для воздействия на морскую навигацию. Если средний уровень продолжит падение, то сгонные явления будут наблюдаться гораздо чаще и станут более экстремальными и продолжительными. Все основные компоненты водного баланса определяются погодой. Чем больше осадков выпадает на территории водосборного бассейна, тем больше воды поступает в море по рекам. При повышении температуры увеличивается испарение воды с поверхности моря и всего водосборного бассейна. Водный баланс очень чувствителен. Отклонение от нормы на 10% в тот или иной год может повлечь изменение уровня моря на 10 см. Давайте рассмотрим некоторые фактические данные. В желтой линии показано количество осадков, а синий – изменение уровня моря. При повышении количества осадков уровень моря повышается, а при уменьшении – понижается. Особый интерес вызывают изменения, начинающиеся с 1995 года. Между уровнем моря и количеством осадков наблюдается все та же зависимость. Однако теперь, даже при очень большом количестве осадков, уровень моря практически не повышается. Так что же изменилось в 1995 году? По мнению ученых, глобальное потепление привело к более интенсивному испарению. При условии, что эта тенденция сохранится, существует вероятность того, что уровень Каспийского моря продолжит падение. Для определения изменений уровня моря в будущем необходимо сначала спрогнозировать главный определяющий фактор – погодные условия. Поэтому необходима модель, на основе которой можно спрогнозировать погоду на несколько десятилетий вперед. Такая модель называется климатической. Для современных климатических моделей используются самые мощные компьютеры, которые обеспечивают комплексное моделирование Земли, атмосферы и океанов. Примерно раз в семь лет научные институты, работающие под эгидой межправительственной группы экспертов по изменению климата, публикуют свои последние прогнозы на основе современных климатических моделей. Такие модели учитывают будущее антропогенное воздействие, такие как выбросы газов и аэрозолей, а также изменения, связанные с сельским хозяйством, индустриализацией и вырубкой лесов. Сценарий будущих антропогенных воздействий представлен с помощью так называемой «репрезентативной траектории концентрации» или RCP. Существует четыре основных сценария RCP. У каждого есть значение, определяющее степень эффекта глобального потепления. Мы не можем быть уверены в том, как изменится количество антропогенных выбросов в будущем. Однако за последние годы измеренные уровни углекислого газа очень близки к наихудшему сценарию RCP – 8.5. Для каждого сценария RCP моделируется широкий спектр атмосферных и океанических параметров, два из которых – количество осадков и испарения – являются определяющими факторами в модели водного баланса. Климатические изменения не оказывают существенного воздействия на сток в залив Карабогасгол и поступление грунтовых вод. Эти величины оцениваются на основе физических моделей и исторических данных. И, наконец, объем речного притока можно спрогнозировать, используя модель речного дождевого стока. С помощью математических уравнений можно определить время, необходимое дождевой воде, чтобы достичь моря, и рассчитать потери воды в пути. Другой важной задачей является прогнозирование объема водопотребления. Более половины воды, забираемой из рек, используется в промышленных целях и для охлаждения электростанций. Около трети потребляется в домах и офисах. Остальная часть используется в сельском хозяйстве, в основном для полива земли. Вода также испаряется с поверхности крупных водохранилищ, расположенных на Волге. На сегодняшний день забор воды также осуществляется в целях опреснения и ожидается, что в будущем объемы воды на эти цели будут только возрастать. На данном этапе у нас имеются спрогнозированные составляющие для всех компонентов модели водного баланса. Однако существуют некоторые неопределенности. Так в чем же они заключаются? Наша атмосфера подобна автомату для игры в пинбол. Исходная точка запуска шара представляет погоду на сегодняшний день. Основная сложность при прогнозировании — это точно определить, где остановится шар. При каждом новом запуске наблюдаются разнообразные траектории движения шара. Малейшие изменения в начальном положении шара и расположении препятствий могут существенно повлиять на результат. Это справедливо и для нашей атмосферы, поэтому даже современные прогнозы рассчитываются примерно на 10 дней. Изменение климата в этом сравнении чем-то похоже на наклон поля пинбол-автомата. Моделирование траектории одного шара недостаточно, чтобы предсказать, какой будет эффект, так как он может оказаться в любом месте. Если прогноз не может предсказать, будет ли следующий месяц дождливым или засушливым, то никакая климатическая модель не сможет дать точный прогноз на следующее десятилетие. Однако если смоделировать траектории множества шаров, можно определить, как изменится их распределение. Как и в пинбол-автомате, климатические модели выдают множество различных сценариев. Также существуют различные климатические модели, варианты сценариев RCP и водопотребления. Каждая комбинация приводит к различным результатам изменения уровня Каспийского моря. Некоторые сценарии предсказывают череду лет с большим количеством осадков, что приведет к повышению уровня моря, как это было в 80-х годах. Другие сценарии прогнозируют череду очень засушливых лет, как наблюдалось в 30-х. Согласно другим, ожидается несколько десятилетий с экстремальными условиями. Наиболее вероятные прогнозы уровня моря расположены по центру распределения. Предположим, что нас интересует уровень моря в каком-либо будущем году. Если выбрать самую нижнюю четверть сценариев, вероятность того, что уровень моря будет находиться в указанном диапазоне, составляет 25%. Такая же вероятность характерна и для самой верхней четверти. Вероятность того, что уровень будет находиться между ними, составляет 50%. Другие процентные показатели распределены таким же образом. Такой прогноз называется вероятностным. Он представляет собой возможный диапазон значений в любой будущий год, вместо одиночного прогнозируемого значения. Без сомнения, уровень Каспийского моря продолжит меняться, как это происходило в прошлом. Специалисты отдела по ледовым и гидрометеорологическим исследованиям компании NCOC продолжат вести мониторинг уровня Каспийского моря и обновлять свои прогнозы с использованием актуальных данных и современных моделей. Это поможет компании в выполнении поставленных задач в северо-восточной части Каспийского моря. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok